Всем привет, ребят! С вами Аурум и сейчас вы увидите лучший гаджет в игре Brawl Stars. Ну, точнее как, у нас будет 4 дисциплины. Первая из них это атака, урон, гаджеты, которые помогают наносить урон. Соответственно, 3280 урона наносит Коль. А сейчас мы видим, соответственно, турельки Джесси, но с гаджетом и без гаджета она наносит разные уроны, поэтому мы записываем разность. Вот эта разность это 17 550, поэтому Джесси у нас сейчас лидирует, господа. Так, Динамайк. Динамайк с помощью своего гаджета мы максимально попытались, короче, поставить его, да, в уголочек возле сейфика, то есть, ну, максимально. И за три тыки он наносит внимание прям много. 28 800 и сейчас занимает первое место. Мы, кстати, в каждой дисциплине определим лучшего или лучших бравлеров. И не забудьте прямо сейчас поражать лайк, подписаться на канал, а также вести, обязательно вести код Аурум в игре Brawl Stars. Ну, в магазине Brawl Stars. Так, тик, тоже у нас есть отличие с гаджетом и без гаджета. И это отличие составляет... 8660. Ну, очень скромно, и поэтому он не попадает в топ-3. Бывает. Смотрим дальше. Смотрим дальше, ребятки. Что у нас здесь? 3000. Другой гаджет 3000. 8 бит. 8 бит. Все мы знаем, что это за гаджет. И, соответственно, он наносит намного больше урона, чем без этого гаджета. Это 15 800 наносят на текущий гаджет. Кстати говоря, а вы вот по изображению гаджета узнаете, что это за бравдер или нет? Вот я прям не всегда... Я остывался на мысль, что я не всегда знаю... То есть, очевидно, что я знаю всех бравдеров. Очевидно, знаю тени даже всех бравдеров, силуэты, атаку, даже ульт я могу узнать. Ну, ну, как бы точно, да? Но вот по гаджетам не всегда по значку я могу определить. Напишите в комментариях, знаете ли вы, какой самый классный гаджет. Так, эльпримчик, эльпримчик. Что у нас делал эльпримчик? Ага. И последняя атыка. Так, смотрим, 6000. Ну, скромненько, но опять же, это не атака, это как отдельная атака. Так, гаджет дамага розы. Рико. Рико наносит 15 000 урона. Дэрил. Дэрил, мне кажется, может посоревноваться. 8 800, нет. Пенни. Смотрим. Смотрим. И... 9 500. Теперь второй гаджет, Пенни. Карл. Горящая история Карла. Не думаю, что здесь будет слишком много, но все равно в любом случае интересно. Для того, чтобы ворваться в топ-3, нам нужно 17 550. Напоминаю, что здесь не участвуют те гаджеты, которые не отвечают за дэмаг. Те гаджеты, которые не отвечают за дэмаг, будут у нас в следующих испытаниях. Пайпер. И... 300 всего лишь, 300. Но вы понимаете, да, что этот гаджет несет вообще абсолютно другую задачу, нежели как урон. О, Беа. Смотри, как красиво. Итогу. 3942. Довольно скромно. Так, делаем ваши ставки. Есть ли еще более крутые гаджеты, чем мы видим у Динамайка, Бо и Джесси? 7020. Уже неплохо. И второй гаджет грифа. Три косаря. Да, я поспешил немножечко, но реально, очевидно, да? Каждая свинка по косаре. Так, а тут-то... Тутоньки, тутоньки. Ну, выглядит неплохо. 15660. Это приблизительно четвертое место, но в пятерке точно. Гаджет гонит. Я думаю, где-то 3 тысячи будет. 4500. Так, а теперь гаджет... Второй гаджет Бони. 900. Мортис. Мортис. Мортис хорошо бьет, но это не такие гигантские цифры, как мы видели у Джесси. Второй гаджет Мортиса юзается исключительно только с атакой. 12 тысяч 150. Татарочка. Ну, здесь просто... Просто читерство... Ой, это... Здесь читерство, ребят. Это топ-1 место. Очевидно, 39к. Боже, офигеть. Опять же, сейф это как груша в боксерском зале. Сдачи она дает крайне редко. Поэтому сейф и не смог защищаться, и тени смогли нанести так много урона. Байрон. 11.016. Неплохо, как для Байдера. Грей. Это просто сказочный рояль. Вот визуально это офигенно. Не знаю. Мне очень нравится. Но 5220 как бы немного. Но визуально очень крутая идея, что кто-то вызывает рояль, который падает с неба прямо на нашу цель. И уничтожает все вокруг. Вот здесь очень хороший результат. 28 тысяч. Амбер 10500. Генерал Гавс. Просто забросал мне территами. Неплохо так выглядит. Но по урону, мне кажется, это не самый топовый результат. Фэнк. Разбросал компетти. 13500. Ева тоже наносит урон. 1800. Довольно скромно. Так, Джанет. Джанет. Просто такой, можно сказать, пассивный урончик от турелечки. Не очень много. Но я думаю, набежит, что там 1700, да? 6300. Отис. А здесь, кстати, больше, чем от предыдущего бравлера. Но в топ-3 попасть теперь очень-очень сложно. 9720. Итого, ребятки. Мы имеем топ-3. Это Тара, Динамайк и Бо. Это у нас по демагу. А теперь давайте посмотрим, что же там... Что же там у нас... Что следующее? У нас бег. Забеги. Итак, бежит сначала Шелли. Можно использовать атаку. Можно использовать ульту. Можно использовать гаджет. И бесконечное количество раз. Но пока не закончится. Значит, 721 у нас Шелли. Это очень интересно. Сейчас удар. Удар. И прыжок. Прекрасно. Динамайк. Динамайк тоже двигается быстрее, когда крутится. Поэтому максимально давай. Но здесь было бессмысленно второй раз вязать. Так, 721. Но пока что Шелли самая топовая. Ой-ой-ой-ой. 8бит. Успеет ли еще раз вязать? Вот в чем вопрос. И нет. Нет, не успевает. 9-10. Не в топ-3 даже. Но он слишком медленный сам по себе. Так, а стул? Какую скорость прекрасную он набрал. И удар. Гол. Прекрасно. 74. Карл. Карл. А крутится-вертится. Смотри, какая темка. И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и. Да. Ну, идея в том, что забивать просто нельзя, когда ты моешь. Важно. Мы замеряем скорость. Поэтому нужно добежать. Пересечь, так сказать, эту линию. Но чаще всего. 7.14. Хорошо. Представь себе. 7.14. джеки занимает вторую позицию на они но это это 4 это 4 в реальной жизни на не 455 но хотя кто смотрит регулярно олимпиады на канале аурум тв тот знает что на не действительно очень-очень быстрая за счет своей ульты макс прекрасно амбер быстрее 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 беги 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 810 в топ-3 не попадает чтобы попасть в топ-3 нужно минимум 625 вы спросите а не ускорился бы ли он если бы просто побежал нет все-таки так было быстрее вольт и папа 748 не особо сильно помог ему гаджет так вас видали какие финды гол 619 и он врывается на третью позицию ребятки расстояние от второго места целая секунда но все равно это лучше чем ничего и лола ну немножко ускорилась 824 евро прыжочки прыжочки за счет гаджета бабах 747 красиво но теперь джанет и еще один прыжочек красота 726 тоже ну что ж у нас есть топ-1 это на не топ-2 это морти с прекрасно теперь определяем дальность стрельбы с помощью гаджета то есть вот берем самые короче эффектные гаджеты и смотрим что у них по расстоянию значит пока у нас шели лидирует у нее 10 с половиной клеток у брока 7 динамой гигантский вообще рейндж 19 19 но у бо всего лишь 5 и 3 тик 11 ну и есть еще один гаджет у тикоси это 7 так 8 бит прыгает на целых 13 и 3 занимает пока второе место эмс 7 и 3 стул мы считаем полностью радиус поэтому он тоже гигантский 12 половиной 9 и 5 у эльпримо барли это у нас 7 и 7 рико 25 25 во все стороны дэрил 17 и 5 что тут несется 25 у рико сейчас он на первом месте я просто в шоке джеки пайпер 8 пайпер ровно 8 и пэм 6 и 6 фрэнк 7 и 5 убил на соответственно 8 но я не знаю кто еще должен ворваться в топ-3 опа а вот кто может ворваться в топ-3 15 могла бы но нет не сложилось 6 грифа и 20 смотри у грома ой 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 20 это топ-2 на данный момент 11 25 боня 2 буквально двоечка двоечка но все равно 6 и 6 у мортисы а тара тара бесконечность да ну пока они не умрут верно я правильно понимаю да 19 19 это у нас кстати она разделит третье место эти места должна делить с динамой байрон 10 и 17 и 3 хорош тоже довольно далеко грей стреляет с гаджета и тут у нас тоже 14 так 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 спайк 14 и 3 9 и 3 ли он сэнди у амбер 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 и вот закончился 8 и 3 мэг пятерочка ребят я думаю уже никто не удивит так сильно как рико или 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 гром все таки удивило 19 и 5 бэй она смещает место сразу бравлером 10 бас 11 с половиной у фэнга и почти 5 4 6 на втором гаджета ела 4 и 3 мэг мэг отец 9 с половиной бастер 8 и 3 так мэнди мэнди 10 и 6 и того что мы имеем реку первое место гром второе и бель третье место ну что ж ребят а теперь у нас особое развлечение мы загоняем каждого бравлера в яд и и юзаем гаджеты кто выдержит дольше вот красавчик вот соответственно считаем получается наносимым уроном то получается 2 3 4 5 6 6 да то есть ступенями как бы наносимого урона от яда то есть в данном случае бык выдержал дольше всего но здесь как бы еще конечно в копилку идет и личное хп да потому что если у тебя мало хп то ну хзы хотя с другой стороны посмотрите на рико он практически по фулу хилится и просто не успевает заязать второй гаджет но 7 атак яда будем так говорить он выдержал пэм смотрим пэм она еще и пассивно хилилась так но видите не может турельку вторую поставить да потому что турелька вторая уничтожна можно было зачитерить и поставить турельку не в еду но это было бы откровенное читерство так по биби 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 9 ух ты биби выдержала 9 неплохо эдгар 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 и 7 7 так по максу бегает бегает макс телепортанулся отхилился но не успевает смотри не успеет не успеет 7 7 7 атак по байрону байрон у нас известный хиллер но не уверен что он здесь справится спайк свои кактусы второй не успел поставить 5 ворон 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 еще один щит будет ах нет 5 тоже 5 классика жанра 5 атак сэнди отхилилась отхилилась успела смотри вау вау ну второй не успеет но это классный результат 9 9 это классный результат это по сути у нас интересно кто-то больше 9 тык от яда выдерживает или нет скорее всего нет опа у нас же есть мэг она же читер вообще ну это читерство ребят 14 14 у мэг просто потому что мэг состоит как бы из двух опача околет интересно ай-яй-яй 8 8 неплохой результат но где-то второе место так у нас теперь абсолютный пока чемпион это мэг но наверное не за счет гаджета за счет того что она как бы состоит из двух из двух деталей это ее на на ультованый робот и сама соответственно мэг поэтому хотя хотя если посчитать до момента пока гаджет работал ну то есть на роботе то наверно все равно это будет больше можно перемотать посмотреть кому интересно я думаю да я думаю точно 8 8 по синтек и того что мы имеем на третьем месте у нас сразу четыре бравлера втором 4 и топ чемпион у нас мэг ребятки я надеюсь это видео вам понравилось мы с моей командой я не сам это очень долго и кропотливо делали это испытание много времени за потрачено много ресурсов потрачен на это поэтому надеюсь что вы прожмете лайк да могут быть факты напишите о них обязательно в комментариях подпишитесь на канал и конечно же идите код аурум в магазине броу старт буду и вам за это очень сильно признать с вами был аурум всем удачи ребят